приветствую друзья на связи андрей жариков и сегодня у нас с вами 1 сентября а это значит что все обещания мистера диего относительно августа месяца что его назначат генеральным директором и он будет работать в офисе в дубае и к нему поедут директора и он там будет собеседование проводите вывод уже начнется все на самом деле до сих пор так и не выполнила обещания остались обещаниями удивлен ли я на конечно же нет потому что по сути и в прошлом году гелоберт и рабала на конференциях очень много чего красиво обещали но как мы знаем большая часть из того что они обещали так и не выполнено а а что касается вывода не не выполнено вообще ничего как вы помните согласно их собственному плану уже в июле восемнадцатого года должен полностью функциональным работать атлантик банк но мы с вами прекрасно знаем что до сих пор никакого банка и в помине нет поэтому то что там диего за последние месяцы на обещал что август наш месяц все будет ребята я все сделаю квестра номер один но вот как видите сейчас уже сентябрь а никаких подвижек никаких новостей так и нет ну тем не менее а в принципе я считаю что достаточно интересно читать то что диего пишет своем чате потому что время от времени он публикует какие-то новые мысли новые нюансы новые факты которые в общем-то интересно обсудить и так вот ему пишут синим цветом выделены вопросы и комментарии других людей красным цветом слова диего мистер диего я очень сильно извиняюсь я написал или написала какие-то обидные слова вам но я очень сильно извиняюсь ну наверное человек после после публикации видео где диего говорит ребята август не наш месяц но вот человек видимо в сердцах высказал все что думает и диего отвечает ну на самом деле это нормально это окей я понимаю для меня это тоже все сложно я всего лишь человек и я начал делать это все ради директоров которые мои друзья потом ради семьи то есть я так понимаю семья это вот 15 тысяч человек который в чате сейчас и я переживаю из-за всей этой ситуации и это нелегко давать публиковать такие новости я бы хотел чтобы были официальные новости но люди сфокусированы на других вещах вот здесь я не очень понял а какие люди он имеет ввиду the people is focused on other thing то ли он говорит участникам чата the people типа люди то ли он говорит что сотрудники компании люди они ним не могут как он раньше писал там они не могут публиковать официальные новости потому что типа сильно занят и вот ему задают вопрос мистер диего а как вы вообще додумались ну как вот сказали что компания стартует в августе не имея официальной информации а мистер диего отвечает ну мои контакты дали мне информацию какие-то загадочные контакты кто-то у него там с кем-то он там общается до мои контакты тут уже в чате некоторые пишут а может быть его вообще там пранкеры розыгрыш такой ему там звонят представляются что звонят из компании и обещают ему стрекороба а он эти обещания на 15 тысяч человек транслирует так здравствуйте мистер диего можете ли вы сказать если у нас надежда или вы прямо уверены что это скоро все стартует то есть типа вы надеетесь или вы прямо уверены что вывод будет и он пишет да я верю что скоро все стартует ради этого я уволился с работой я на самом деле в той же самой ситуации как и все вы мы будем номер один все мистер диего я полностью вас поддерживаю будьте ну типа расслабьтесь радуйтесь жизни у вас есть большая семья которая вас верит ну типа участники чата 15 тысяч человек мы все в вас верим а диего пишет да большое спасибо но все равно я как бы чувствую не очень хорошо из-за вот этих новостей и вот тут кто-то написал мы верим что наша прекрасная корпорация не больше не меньше снова начнет работу ближайшего ближайшем будущем все будет даже лучше в 2016 году мы будем богаты и радостны его как будем богаты и радостны и вот диего пишет спасибо елена я верю в то же самое я много усилий в это все вложил в моей жизни благодаря богу все мои мечты становятся реальностью и в этот раз будет то же самое вот видите вот у диего его мечты все исполнялись значит мечта вернуть квест рук жизни тоже должна исполниться вот его спрашивает если компания находится в состоянии реконструкции кто отвечает за за выплаты а в пяти ветрах и в ежедневных начислениях а еженедельных начислениях ну то есть типа если если идет реорганизация реконструкция то кто там эти цифры то публикует а диего отвечают за это отвечает агам и файвинс чуть-чуть непонятного до трейдеры торгуют это же волшебные трейдеры которые умеют торговать даже замороженными деньгами деньги там где-то заморожены 10 месяцев но трейдеры все равно торгуют нормально им это никак не мешает вообще это кудик кудесники просто мистер диего попросите компании разместить в личном аккаунте новости что работа ведется и людей это успокоит это возможно диего отвечает это от меня не зависит можете ли вы назвать конкретное время сколько нам нужно ждать нет не могу я думаю что для всех нас очень важно чтобы компания сделала некоторое сделала официальное как бы объявление для людей или официальные новости какие-то даже без без на называние конкретных дат инвесторы а инвесторы немного успокоиться вот это я не понял то есть что тут не понял что хотел сказать короче если если есть шанс в этом помочь мы были бы очень благодарны ну то есть это то о чем мы говорили в прошлый раз что в принципе что мешает компании время от времени публиковать на сайте или внутри кабинет официальной новости там раз в месяц раз в две недели там буквально два-три абзаца текста это чё так сложно что и диего пишет я пытаюсь но они не хотят это делать нормально да не хотят и вот и вот как люди реагируют диего у тебя хорошее сердце ты заботишься о нас но компания не серьезно я и диего пишет спасибо я ну типа я стараюсь изо всех сил каждый день дальше компания должна выпустить какое-то официальное сообщение это было бы справедливо по крайней мере мы увидим что компания нам на сцене нет совершенно согласен то есть ну давайте так логически подумаем то есть если компания действительно ценит 630 тысяч человек и скажем не хочет не хочет терять доверие этих людей ну по логике что она должна делать ну должна как-то сохранять отношения там новости какие-то публиковать а компания тупо не хочет этого делать есть вон какой-то диего который вообще безработный который я так понимаю по собственной инициативе сидит тут и целыми днями в чате пишет а вот плод пускай пишет а у нас есть менеджеры у нас есть техподдержка которые сидят на зарплате но по каким-то причинам им не надо этого делать ну классно вот поэтому принципе принципе вот эта фраза хорошая что официальное сообщение показывала бы что компания на сцене а извините то что компания уже много месяцев никаких новостей не публикует но на мой взгляд это говорит просто наплевательском отношении 630 тысяч человек для компании это 0 0 дырка от бублика понятно и вот задайте себе вопрос даже если компания начнет платить хотите ли вы с такой компанией работать которые вот так вот наплевательски я бы даже сказал хамски относятся к людям которые вложили в эту компанию деньги вот и диего отвечает да я спрошу задам этот вопрос еще но они не хотят слушать понимаете а как тогда назвать таких товарищей которым очевидные вещи говорят то есть смотрите инвесторы сами об этом говорят диего с этим согласен они не хотят понимаешь а они типа лучше знают ну значит значит им на людей на инвесторам просто наплевать типа внес вложил в нас бабки ну и сиди не рыпайся все успокойся мы сами сделаем все как нам надо а не как тебе надо следующий вопрос а вы на самом деле верите что леонора или квестра ожидают лицензий от различных государств ну типа что будут получаться лицензии в различных странах а диего пишет это не только касается лицензий это касается перезагрузки всей компании красота дальше пишут мистер диего очень усердно трудится мы в этом не сомневаемся но факты нуждаются в доказательства в каком-то подтверждение и вот диего пишет пишет доказательства как что что он считает доказательствами первое доказательство в том что в бюллетене в кабы верда сообщалось что по решению суда деньги разморожены никто не может этими деньгами воспользоваться дальше я я по-прежнему с вами и мне без разницы что люди говорят и в будущем будущем вы поймете увидите что я не мошенник и не лжец но мистер диего насчет последнего как бы уже сомнения потому что все твои обещалки относительно августа месяца остались балобольством насчет лжеца тут уже знаешь ли под вопросом другое дело что конечно ты там транслировал какие-то обещания потому что тебе так сказали но с другой стороны ты же тоже должен логику включать то есть ask с какого перепуга ты раздаешь обещания если на данный момент и официально в компании никто вот назначат тебя кем-то там допустим если бы ты у тебя уже назначили си и о генеральным директором и ты уже будучи си и о какие-то обещания бы раздавала это другое дело то есть насколько я понимаю надо было бы как сказать ребята вот меня планируют назначить директором давайте ждем значит и комментарии там ответы на вопросы я буду давать только после того как меня назначат директор все то есть а он там целыми днями что-то сидел в чате там народ подогревал что вот в августе все заработать ну да подогревался так и вот он я здесь потому что директор позвонил мне типа я зашел в чат потому что директора мне позвонил и спрашивает я в тюрьме или нет почему люди хотят меня засадить тюрьму на каком основании на том основании дорогой мой что 630 тысяч инвесторов ждут выплат хотели бы обратно получить свои бабки а ты именно обещал что в августе месяце ты все это сделаешь так что чё ты тут удивляешься когда я изучал юриспруденцию что один наш преподаватель сказал что когда про тебя говорят пусть говорят они говорят потому что ты важен для них в противном случае они бы про тебя и не говорили ну то есть если кто-то даже про тебя плохо говорит это на самом деле хорошо потому что значит они ну типа что ты для них не пустое место вот и здесь та же самая ситуация у меня нет работы нет дохода это люди не понимают это ты дорогуша не понимаешь ты сколько там без работы ты сидишь полтора месяца примерно а ты в курсе что многие инвесторы там в россии вывода нет уже 13 месяцев германия польша казахстан украина уже 15 месяцев 15 месяцев без выплат то есть смотрите когда он без зарплаты полтора месяца посидел он уже начал скулить а вот я безработный а у меня денежек нету и люди меня не понимают значит а когда идет речь про про лидеров и инвесторов которые 15 месяцев ничего не выводят а ему по барабану да и более того помните он там неделю или полторы назад писал что мы на полиграфе будем всех проверять кто там из лидеров осмелился в другую компанию идти понимаете то есть тут значит полтора месяца без зарплаты посидел и сразу стал жаловаться а когда лидеры по 15 месяцев без вывода сидят типа и и нечего в другие компании работать мы на полиграфе вас будем проверять вот помните да мы будем проверять вашу лояльность а когда речь идет про их собственную лояльность да а им лояльными быть не обязательно и вот смотрите чем пишет если компания не стартует типа не запустится у меня нет дохода я должен искать другую работу вон она как смотрите то есть когда он полтора месяца без без зарплаты сидит он уже заскулил и начал жаловаться что ему придется другую работу искать а когда лидеры пошли продвигать какие-то другие проекты он у него нельзя нельзя вы что это не верите в нашу великую компанию ни в коем случае на полиграфе вас проверю может быть господа лидеры пара диего самого проверить что это у него за мысли такие если компания не будет работать я буду искать другую работу вот это его слова его текст ребята вы чё и при этом этот умник будет проверять вас же на полиграфе чтобы вы там не смели куда-то еще идти х вот ему как раз пишут а мы без без выплат миссии уже много месяцев и он такой а я тоже мне тоже нужны денежки как и вы и как и вам да конечно бедненький ты наш полтора месяца он без зарплаты сидит и вот ему пишут а мне странно что мистер диего начал говорить о том что компания не стартует тут он понял что наверное что-то переборщил лишним лишнего сказал и он такой ну не не компания стартует но я это сказал для негативщиков для всяких потому что они в это не верят в типа я то верю да все запустится но нас на самом деле по моему дешка проговорился типа если у меня дохода то не будет придется искать другую работу вот и все так что а сейчас уже начал отмазываться это типа типа я на самом деле так не думает я для негативщиков сказал так вот ему задает вопрос когда компания не так и если не запустится в сентябре в октябре и у тебя так и не будет работы и и что будешь делать если компания так ну типа тебя так и не назначат и не пригласит вот то есть проходит месяц проходит другой а компания так и не звонит и не приглашает диего а а диего отвечает нет нет они так не будут делать то есть типа все таки они мне позвонят они меня назначат ну да и они про август говорили что в августе все будет да 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 привет мистер мартин я надеюсь что это была шутка про диего в тюрьме а мы все хотим видеть вас в качестве генерального директора нет нет петр или питер люди типа люди хотят меня засадить ну или там обзываются как-то call me for that и я я не знаю почему они так думают ну а чё тут не знать-то наобещал с три короба тысячам людей обеспечить вывод вывод не обеспечил люди злые естественно на кого они злые на того кто обещалки раздавал придавал ты раздавал вот собственно и все вот хороший вопрос мне понравился а китайцы работаю сейчас в дубае помните там же был разговор что китайцы китайцы меня любят что-то он говорил он пишет а да с нашей командой не работают мы находимся на финальной стадии реорганизации вот китайцы работают с нашей команды и вот человек пишет а можешь подкинуть адресочек потому что я здесь дубая нет я не даю адресов извини и вот ему пишут компания должна вызвать вас в дубай да я бы хотел ну поработать в дубае но они хотят все сделать сами наша компания очень известна как компания которая не дает деталей не предоставляет детали поэтому я не могу я вчера не разговаривал с агам я разговаривал с моим контактом который отвечает за реорганизацию смотрите что мы узнаем что в офисе там работают китайцы раз у диего там в офисе есть какой-то контакт который отвечает за реструктуризацию за реорганизацию и ему его спрашивают мистер диего китайцы это а ажиатрейд то есть компания азиатрейд он отвечает и с хотя странно да если вы помните вообще компания азиатрейд принадлежала корейцу корейскому бизнесмену субхану то есть компания принадлежит корейцу но работают в ней китайцы ну конечно в нашем мире сейчас у нас все перемешано до в одной компании там люди из разных национальностей могут быть никаких проблем да но все равно так его тому пишут что ваш контакт в дубае который должен дать вам время время для старта и он говорит что нет они этого не хотят они не дают у компании вообще странный стиль работы ха ха видите даже диего удивляется у компании странный стиль работы вот и ему пишут а ему пишут 15 тысяч человек в чате ждут почти год хороших новостей и диего отвечает на самом деле 630 тысяч ждут в общем чтобы не делать видео слишком длинным я решил пока на этом остановиться следите за новостями подписывайтесь на канал нажмите на колокольчик чтобы ничего не пропустить с вами на связи был андрей жариков всего доброго пункта у